Всем привет! Вы попали на канал Собервижн. Сегодня будет необычный выпуск. Сегодняшний выпуск не про муравьёв, не про пауков, и даже не про змей. Мощные, сильные, летающие насекомые, жуки. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Спасибо, приятного просмотра! И да, ребята, у меня новые питомцы, и это жуки. После посещения рептилиума и выставки насекомых, я не мог пройти мимо этих удивительных существ. И знаете, что я хочу сказать? Меня привлекло не столько их внешний вид и не столько их особенности поведения. После небольшого изучения информации по поводу содержания этих насекомых дома, общению с опытным заводчиком, меня очень заинтересовал сам процесс появления этих жуков на свет. Но давайте обо всем по порядку. Для начала я покажу, кого именно я приобрёл. Я приобрёл пару жуков носорогов, это имага, и 5 жуков оленей, которые находятся в стадии личинок. И, опережая ваши вопросы в комментариях, сообщаю, что приобрёл я их у Алексея. Это опытный заводчик подобных насекомых. У него есть не только интересная и многочисленная группа ВКонтакте, где вы можете приобрести различных жуков и всё необходимое для их содержания, но и очень интересный канал на YouTube, где в виде видеоблогов можно поближе познакомиться с особенностью содержания жуков в домашних условиях и просто посмотреть за этими замечательными созданиями. Ссылки на его группу и на канал вы найдёте в описании. А теперь давайте я вам расскажу, чем же меня так привлёк процесс выращивания жуков. Расскажу я это на основе жуков-носорогов, которых я уже успешно заселил в большую самосборную арену. Естественный ареал обитания этих жуков Юго-Восточная Азия. Самцы имеют размер около 6 см, а самки 4 см. Внешне носорожий рог имеют только самцы. У таких рогатых товарищей это частое явление. Для их содержания рекомендуют использовать террариум 20 на 20 см, ну и в высоту тоже около 20-30 см. Чтобы полностью проследить весь процесс развития, необходимо насыпать примерно 10 см специального субстрата. В качестве него подойдёт мелко натертое трухлявое дерево. Главное не хвойных пород, а только лиственных. Для поиска такого материала я отправился в ближайший парк и нашёл там старый пень. Набирать необходимо только светлое дерево. Набив пакет трухли, я пришёл домой и мелко растёр её. Насыпал около 10 см такого субстрата. Наверх, для декора я положил несколько палок и коряк. Также они помогут жукам в случае их переворота. Они смогут за них цепляться и возвращаться в исходное положение. Иначе это приведёт к гибели. Мои жуки были искусственно вынуты из своих коконов. Поэтому первые две недели они, так сказать, дозревали, закопавшись поглубже в субстрат. Но затем вылезли и начали изучать предоставленное им пространство. Источником пищи взрослых особей являются сочные фрукты. Эти носороги живут в тропических лесах, где они перелетают с одного дерева на другое и питаются сочными сладкими фруктами, в том числе и теми, сок которых уже перебродил. И что-то я замечаю, что такие фрукты им нравятся даже больше. Ноги у гидеонов довольно длинные, с коготками на кончиках. Благодаря этому они без проблем взбираются на деревья. В борьбе за самку самцы яростно сражаются друг с другом с помощью своих рогов. После спаривания самки зарываются в гнилую древесину, где и откладывают свои яйца. За свою жизнь самки Ксулатрупис гидеон способны отложить около сотни яиц. Личинки питаются волокнами подгнившей древесины. И тут, на мой взгляд, начинается одно из самых интересных моментов. Личинки имеют три стадии развития – Л1, Л2 и Л3. С переходом на каждую стадию личинки линяют. Эти жуки считаются одними из самых быстро развивающихся. Так, развитие личинки в Л1 длится около 20 дней, в Л2 – около 28 дней и в Л3 – около 5-6 месяцев. Период предкуколки длится 21 день, а кукливание занимает около 30 дней. И после этого свежевылупившийся имага остаются неактивными около 30-40 дней. Вот такой вот длинный и интересный путь проходят личинки, чтобы превратиться в мага, то есть в сформированного жука. Все это время они будут питаться трухлей. Перед окукливанием личинки делают специальную выемку, стенки которой они склеивают специальным секретом. После стадии магического превращения из куколки выходит жук. Жук пробудет в своем убежище еще какое-то время до полного затвердения скелета, после чего устремляется наверх, расчищая слои почвы, которая отделяет его от поверхности. Личинки данного вида не отличаются каннибализмом, но, несмотря на это, поголовье культуры следует периодически рассаживать. Лучше всего держать по 15-20 личинок в одном объеме. Подобные мероприятия помогут предотвратить повреждения одних личинок другими. Для нормального окукливания личинок лучше всего рассаживать по отдельным емкостям, в которых будет достаточно места и не слишком влажный субстрат. Если данные условия не будут соблюдены, то жуки будут выходить с различными аномалиями, такими как искривление рога у самцов или помятые надкрылья. Крупные личинки вооружены массивными челюстями, которые предназначены для размельчения древесины. Поэтому при работе с ними лучше исключать контактов кожи с этими челюстями. Условия содержания, в принципе, как и у многих тропических насекомых. Температура около 25 градусов, влажность 70-80%. У меня жуки хорошо едят грушу и банан. Что касается металиферов, то они сейчас в стадии личинок первой линьки. Пока они находятся в одном контейнере, но вскоре я планирую их пересадить по отдельным баночкам. У этих личинок есть особенность. Питаются они исключительно специальным ферментированным субстратом, например, флейксойл, рецепт приготовления которого настолько сложен, что приготовить его в домашних условиях практически нереально. Ну и стоит он, конечно, недешево. А ведь для того, чтобы самка отложила яйца и они развивались, необходим такой суперсубстрат. Ну посмотрим, может быть, что-то придумаем. А пока, я думаю, будем любоваться личинками и в дальнейшем понаблюдаем, как они превратятся в замечательных красивых оленей. Жуков оленей. Вот такие интересные насекомые появились у нас на канале. Периодически я буду освещать положение дел у них и обязательно включу в новостные выпуски. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Алексея, на мой канал и вступайте в наши группы ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем пока, увидимся!